В июле-октябре 1941 года артисты Куйбышевского областного театра имени Горького совместно с артистами театра оперы и мускомедии и Куйбышевской филармонии дали свыше 600 концертов для бойцов Красной Армии и на гидпунктах вокзалов. Страна била врага, и творческие коллективы города Куйбышева били его так, как это было в их силах. Здесь львы стояли у крыльца сто лет без перемен. Как вдруг кирпичная пыльца, отбитая дождем свинца, завьюжила у стен. В сезоне 1941-1942 годов Куйбышевский областной драматический театр имени Горького представил зрителю ряд премьер. Куйбышевцы смогли увидеть спектакли по пьесам Александра Крона «Глубокая разведка», Георгия Мдивани, батальон идет на запад, Надежда Дурова и другие. В дни празднования 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции зрители увидели спектакль по пьесе Александра Корничука «Партизаны в степях Украины». Еще совсем недавно председатели двух колхозов «Чеснок» и «Галушка» спорили в степях Украины о том, как лучше строить счастливую жизнь. Победителем из этого спора вышел «Чеснок». А побежденный «Галушка» понял, что интересы социалистического общества выше интересов частных, личных. И вот уже оба они были готовы, засучив рукава с утроенной энергией, работать на пользу страны Советов. Но вероломно напавший на их страну Гитлер помешал этим планам. Началась отечественная война, и председатели колхозов стали бить врага. Так появились партизаны в степях Украины. Участник гражданской войны «Галушка» стал помощником командира партизанского отряда имени Тараса Шевченко. А «Чеснок» возглавил этот отряд. И вот уже священный гнев и ненависть к фашистским оккупантам обуревают колхозников украинского села. Земля горит под ногами у фашистов. Колхозники сжигают богатый урожай, угоняют в леса скот, а сами уходят в партизаны. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они получат ее. Эти слова из доклада, произнесенного Сталином 6 ноября 1941 года, ни раз, ни два прозвучат в этот вечер со сцены театра. Отзовутся они и в сердце каждого зрителя, пришедшего в этот вечер в театр. Когда 22 июня пришло сообщение о начале войны, в театре уже закончился сезон. Люди были еще не в отпусках, там шли еще какие-то репетиции, какие-то технические работы. Но в театре в этот момент, именно в этот день, отсутствовали и директор театра, и главный его режиссер. И Георгий Александрович Шибуев, который там завершал репетиции Афиногеновской Машеньки, он, осознав себя старшим, но он в какой-то степени был старший по возрасту, по авторитету своему, он принял решение поставить пьесу. Она называлась «Ключи от Берлина», и там был такой персонаж в этой пьесе, поручик Аргамаков, командир передового отряда, который как раз и вошел в Берлин. У него есть такая реплика. «Помните, что мы до Берлина дошли, а вам никогда до Москвы не дойти». Война только началась, война страшная, и даже здесь, в тылу, было понятно, с какой стремительностью она катится сюда, на восток. И вот в этот момент театр выходит с такой пьесой, и звучат в финале вот такие слова. Конечно, это было очень мощно. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они получат ее. Не раз и не два произнес про себя каждый, кто пришел сюда, в областной драматический театр, вечером 17 ноября 1941 года, на концерт лауреата международного конкурса имени Шопена, профессора-орденоносца Льва Аборина. «Если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат». Не раз и не два произнес про себя и каждый из тех, кто побывал здесь в январе 1942 года на творческом вечере композитора Дмитрия Шостаковича. Кроме самого Шостаковича, в этом вечере приняли участие артисты Большого театра Союза СССР. Приехав в Куйбышев, Шостакович поселился в маленькой комнатке в школе, с началом войны превратившейся в общежитие для эвакуированных. Потом ему дали другую квартиру, значительно больше и лучше. Но и там он не чувствовал себя как дома. Да и могло ли быть иначе, если его дом был в это время в блокадном городе на Неве? Здесь, в Куйбышеве, резко континентальный климат. Совсем недавно стояли 45-градусные морозы. Писал в это время Шостакович в письме знакомому. «Квартира у нас холодная, мы все время мерзнем. Хотя в смысле быта живем неплохо. Впрочем, хуже, чем некоторое время тому назад. Потому что в связи с отъездом в Москву разные столовые и распределители постепенно свертывают свою работу. Что еще? Оркестр под управлением самосуда репетирует мою длинную седьмую симфонию. Вчера были впервые проиграны полным оркестром первая и вторая части. На меня это произвело огромное впечатление, под которым я нахожусь до сих пор». Шостакович Дмитрий Дмитриевич, композитор, пианист, педагог. С осени 1941 года жил в Куйбышеве, где работал над Седьмой симфонией, впервые исполненной в марте 1942 года на сцене Куйбышевского оперного театра. В конце марта Седьмая симфония «Ленинградская» прозвучала со сцены колонного зала Дома Союзов в Москве. В июле была исполнена в США, а в августе 1942 года – в блокадном Ленинграде. А мы возвращаемся в зал областного драматического театра имени Горького, художественным руководителем которого в феврале 1942 года стал народный артист Украинской ССР Владимир Вильнер. Он будет руководить этим театром два года – с 1942 по 1944. Но именно в эти годы Куйбышевский зритель и увидит здесь те спектакли, которые были так необходимы ему в это трудное время. В феврале 1942 года Куйбышевский театр осуществил постановку пьесы Александра Афиногенова накануне. Сын жившего когда-то в Самаре писателя Николая Степнова, драматург, не дожил до этой премьеры. Ставший в начале войны руководителем литературного отдела Советского информбюро, он должен был вот-вот ехать в Америку и агитировать за открытие Второго фронта. Но в октябре 1941 года погиб в здании ЦК ВКПБ от случайного осколка. Трагически погибла и героиня пьесы накануне, стойкая и мужественная Джерин, сраженная пулеметной очередью фашиста. Джерин умирает на руках у мужа среди родных и близких, о счастье которых она так много хлопотала. Глубоко горе этих людей, велика их скорбь. Но как ни тяжела потеря близкого человека, ни у кого из них нет на глазах слез. Выше головы, произносит в одну из самых тяжелых минут Иван Завьялов. Выше головы, друзья мои. Клянемся тебе, сестра, отомстить за твою гибель, за сожженные города и села, за землю, растоптанную с погом фашиста. Твоей смертью клянемся презирать смерть и не жалеть себя в бою. Клянемся убить в себе жалость и ненавидеть врага так сильно, как мы любим жизнь и нашу родину. Кровью за кровь и смертью за смерть отомстим мы и яростно будет наша месть. Клянемся. В репертуаре театра было много, собственно, военных пьес. Пьес о войне, там был и парень из нашего города, и фронт, и русские люди, жди меня, так и будет. То есть вот на протяжении всех этих военных лет постоянно в репертуаре возникали актуальные современные пьесы, которые связаны были с войной. Но в то же самое время в театре было много классики. Вот самая легендарная постановка Куйбышевского драматического театра, которая вошла в историю, в общем, в театральную историю России. Это спектакль 1942 года, поставленный режиссером Вильямсом Ромео Джульетта. Потому что на самом деле не только Куйбышевские, все театры, они очень много ставили не военных пьес. И легких развлекательных, и мелодрам, и классических драм, и трагедий. Потому что нужно было не только каждую минуту кричать «Убей его», да? А нужно было дать людям возможность дышать. Вот это большое искусство. Эти спектакли, где бушевали страсти человеческие, где люди любили, страдали, где торжествовала человечность, они были ничуть не менее нужны и важны, а мне кажется, может быть, даже и в большей степени, потому что они давали людям возможность осознавать, что жизнь не кончилась войной. Она была до, и она будет после. Выше головы произносили про себя и посетители областной художественной выставки, открывшейся в фойе областного драматического театра 23 февраля 1942 года. Выставка, приуроченная к годовщине Красной Армии, была организована отделом по делам искусств и Куйбышевским отделением Союза советских художников. В выставке приняли участие все ведущие куйбышевские художники, а также москвичи, ленинградцы, киевляне и художники из других городов. Лауреат Сталинской премии Ефанов, крупнейший мастер батальной живописи, советский, заслуженный деятель искусств, белорусской СССР, орденоносец Грубе и многие другие. Мы уверены, что куйбышевский зритель по достоинству оценит работы художников, писала в эти дни областная газета «Волжская коммуна». Не сомневаемся мы и в том, что художники продолжат работу по увековечнему героизму воинов Красной Армии. Я шел и шел, и думал о тех, кому на свете жить, какую правду и в слезы, и в смех должны они вложить, какие волнения им нужны, какие нужны слова, чтоб после подвига старшины искусству вернуть права. С вами был Михаил Перепелкин.